А кроме как просить помощи у женщины-милашины, вы еще на что-то способны, да и на том свете вами, наверное, гордиться. Тумсо, какой бы сейчас была Чечня, на твой взгляд, без интеграции в Советский Союз или в РФ, какое самобытное государство ты видишь примером? Режим по типу Кадырова был бы возможен в свободной Чечне? Конечно, нет. Этот режим был бы невозможен без его. Вся моя вина и вина моих соотечественников в том, что мы защищаем Богом данную нам жизнь и свою землю. Тумсо, зачем ты сделал акцент на том, что Путин убивал в интересах русского народа? Тем самым ты как бы всем говоришь, мол, это русские требовали от Путина, чтобы он убивал чеченцев. Нет, Иван Романюк, я наоборот этого не говорю. Я обращаю как раз-таки внимание и русских, и нерусских, а прежде всего чеченцев, на слова Путина, что он утверждает, что убивал он нас в интересах русского народа. И я как раз-таки сомневаюсь в том, что это в интересах русского народа все делается. И я вообще сомневаюсь в том, что президент Путин, его президентство, оно как-то соответствует интересам русского народа. Я не вижу, чтобы даже этот отдельный народ в рамках российского государства стал лучше жить, стал более развитие, более счастливее. Я не вижу. Я наоборот вижу, что даже этот отдельно взятый русский народ, в интересах которого якобы Путин убивал чеченцев в Чечне, он при Путине страдает и живет только хуже с каждым годом. Он становится более враждебным для всего мира, таким изгоем для всего нормального цивилизованного мира. Поэтому я как раз таки хочу и русских людей внимания тоже обратить на эти его слова. И наверное чеченцы и русские люди прежде всего они не должны обратить внимание на эти слова Путина. А всех остальных это наверное касается в меньшей степени. Так что это не разжигание чего-то, это не претензия к русским людям, это претензия к Путину, к вашему правительству. А те же люди, которые считают, что это претензия к ним, они значит относятся как-то к этому правительству и ну наверное тогда это их правильно задевает, раз они являются частью этой преступной системы. Житель КМВ. В последнем ролике сказав, что Путин вас убивал, ты косвенно признал, что вы занимались терроризмом, ведь Путин говорил о борьбе с терроризмом, а не о борьбе с чеченцами. Но проблема в том, что Путин называл войну против чеченцев, он называл ее контртеррористической операцией. Поэтому и я, и Путин, и журналист, который брал у него интервью, и американская аудитория, и российская аудитория, все прекрасно понимали о каких событиях он говорит, говоря о тяжелой борьбе с терроризмом на Кавказе. Все понимали, что он подразумевает, что речь идет именно о войне в Чечне, о войне с чеченцами. Поэтому это не признание того, что мы террористы, это признание того, что Путин считает, что он убивал нас под прикрытием борьбы с терроризмом ради русского народа, в интересах русского народа. Вот что было важно в этих словах. И эти слова очень серьезные, и они исторические. Ничего подобного Путин никогда не говорил. Сейчас очень важно, на самом деле, обратить внимание на эти его кощунственные слова. Русским людям, в первую очередь, стоит задуматься, было ли это в интересах русских людей, убийство чеченцев. А так, в целом, Россия никогда не признавала войну в Чечне войной. Она всегда называла ее какими-то другими словами. Первую Российско-Чеченскую войну они называли наведением конституционного порядка. Вторую Российско-Чеченскую войну они называли контртеррористической операцией на Кавказе. Но и то, и другое было уничтожением чеченского народа и войной с чеченским народом. Если бы Путин хотел уничтожить чеченцев, то он бы это сделал, и не было бы ни Кадырова, ни Республики Чечения. Но, знаешь, много было у вас там подобных таких товарищей, Путин, Сталин и другие, которые хотели уничтожить чеченский народ, да не доуничтожили. Поэтому, ну, попробуйте, посмотрите, получится ли у вас уничтожить весь чеченский народ. Пока до вас ни у кого не получалось. Ну, пробуйте, может быть, после вас кого-то получится. Тумсо, какой бы сейчас была Чечня, на твой взгляд, без интеграции в Советский Союз или в РФ, какое самобытное государство ты видишь примером? Я думаю, мы были бы уже тогда, скорее всего, государством капиталистического типа, не социалистического, близкая к турецкому укладу, к тому, что сегодня есть в Турции. И я думаю, что мы были бы гораздо более развити, чем сейчас, гораздо более интегрированы в западное общество, имели бы уже свои прочные отношения и с западными странами, и с ближневосточными, и с среднеазиатскими, и с дальневосточными странами. У нас сегодня была бы совсем другая жизнь. Вряд ли мы бы стали участниками Второй мировой войны. Так же, как и Турция, мы, наверное, остались бы в стороне от этих событий. Соответственно, если мы не участвовали в этой войне, то у нас не было бы каких-то потрясений, от которых нам нужно было бы восстанавливаться. То есть, у нас был бы стабильный рост все это время. И чтобы понять, каково было бы наше положение, достаточно посмотреть на те страны, которые не участвовали во всей этой теме Второй мировой войны, как, например, Швеция. Мы видим, что здесь стабильно люди развивались, страна развивалась на протяжении веков. Поэтому здесь очень высокий уровень жизни. Режим по типу Кадырова был бы возможен в свободной Чечне? Конечно, нет. Этот режим был бы невозможен без его колоссальной поддержки из Кремля. Просто он бы не прожил там и один день. Тумсо Салам, а что значит «нельзя простить преступление, но можно оправдать преступника»? Наоборот, нельзя оправдать преступление, но можно простить преступника. Вот так. Само преступление нельзя оправдать. Но преступника, совершившего это преступление, его можно оправдать, можно простить, а в каких-то случаях даже оправдать. Как, например, когда человек совершил, допустим, убийство, но это убийство было неумышленное, к примеру. От этого само по себе действие его не оправдывают. Это преступное действие. Однако человек это совершил непреднамеренно, он будет не просто прощен, он еще будет и оправдан. А в каких-то ситуациях человека можно простить, если он искупил, допустим, свою вину, как опять-таки приведем пример с убийством. Если он, например, убил, совершил преднамеренное убийство, но родственники простили его. В этом случае он сам будет прощен, но от этого само убийство оправданным не будет. Оно все равно останется преступлением. Томсо, не устали вы гордо и ногче просить помощи у журналистов? Милашины, Новые газеты, Дождя и так далее. Политковская уже как-то вам помогла. Итог мы знаем, неужели у вас не осталось ничего мужского. Эдуард, а что в этом плохого, если, как ты говоришь, мы просим помощи? Хотя, в чем эта помощь? В том, чтобы журналисты освещали какие-то вопросы, касаемые чеченцев и не только чеченцев. Если бы тебе было бы комфортнее жить, если бы об этом никто не писал, и у нас там убивали бы по-тихому, и мир бы об этом не знал, то нет, мы не такие дурочки. Мы, конечно, будем взаимодействовать и с журналистами независимыми, и с правозащитниками, и с политиками, которым у нас будет доступ. Так что, да, мы чеченцы, вот такой вот гордый народ, который умеет за себя постоять. Где-то совершаем ошибки, где-то наивные слишком. Где-то, к сожалению, идем на явное самопожертвование ради какого-то всеобщего блага, а иногда даже блага других людей и народов. Это тоже нам присуще, к сожалению. Есть некая наивность в нашем народе. Есть даже то, что я называю каким-то мазохизмом, с чем пытаемся бороться, потому что вопрос вот этого самопожертвования, он иногда у нас слишком впереди всего идет, впереди инстинкта самосохранения иногда бывает, поэтому пытаемся с этим тоже как-то бороться. Но в целом не могу сказать, что эта борьба безуспешная. Многие просыпаются, делают выводы из тех ошибок, которые совершены. А так, в целом, если вы думаете, что вы сейчас так написали комментарии, мы такие перестали вести свою деятельность, мы замолчали и кое-кому будет удобнее и комфортнее нас убивать по-тихому, то нет, такого, конечно, не будет. Мы будем заявлять, мы будем говорить. А кроме как просить помощи у женщины милашиной, вы еще на что-то способны, да и на том свете вами, наверное, гордиться. А помощи у женщины милашиной, что имеете в виду? Кто просил помощи у женщины милашиной? Это... Ты конкретно кого-то пытаешься этим задеть? Просто я не помню, чтобы я просил у Ильи. Что ты имеешь в виду? Можешь как-то разъяснить это? Ну, например, ты лично просил, когда Гадаева вернули, или когда кого-то задерживают в Чечне, объясни, зачем нам ваши проблемы, раз вы такие независимые, что вы можете, кроме как просить помощи у журналистов РФ? Во-первых, я лично к милашиной, я не знаю, где я так обращался, но даже если я к ней лично обращался, я не вижу в этом никаких проблем, но я не помню, чтобы я лично к милашиной обращался по поводу Гадаева. Я наоборот высказал респект Елене Милашиной за то, что она после высылки Гадаева вернула эту награду, данную ей французской республикой. И чтобы она это сделала, мне для этого ее просить не нужно было, она это сделала без каких-либо просьб, поэтому наоборот я высказал респект за это ее действие. Но в целом, даже если бы я ее попросил бы, или там мы все вместе ее попросили бы, я не вижу в этом никаких проблем. Она журналист, который освещает проблемы, связанные с Чечней. В чем проблема? Попросить ее. Я не могу понять, почему ты пытаешься за это нас пристыдить, если в этом нет ничего постыдного. Люди взаимодействуют, так общество на этом построено, на взаимопомощи, на отзывчивости друг к другу, на сострадании. В этом нет ничего плохого. Плохо, когда у людей нет этого, нет взаимопомощи, нет обращения друг к другу. Вот это плохо. А вот то, что ты написал далее, зачем вам наши проблемы, если мы такие независимые? Так в том-то и проблема, что мы сейчас не такие независимые. Если вы хотите от нас откреститься и не участвовать в наших проблемах, то нужно нас как раз таки оставить. А потом уже говорить, ну все, вот вы же независимые, вы давайте там сами как-то разбирайтесь. Тогда это было бы более логично, как минимум. Хотя и тогда взаимодействие между нормальными, добрыми людьми, это было бы нормальное. В этом не было бы ничего постыдного. Короче, глупости ты говоришь, Эдуард, я, наверное, дальше не буду на тебя обращать внимание. Сасагеро. Любое неугодное власти СМИ закрывается Кремлем по щелчку, поэтому Кадырова новая газета разлучает по заказу и с поддержкой от ФСБ. Тебе не кажется? Ну, у новой газеты, я думаю, более серьезная крыша. Безусловно, у новой газеты есть какое-то покровительство и от действующей власти. Где-то даже не скрывают они, что информацию им сливают из спецслужб России, но нужно понимать, что это как бы российское СМИ, при этом оно очень правдиво освещает многие вопросы, касаемые власти. То есть критика власти там очень серьезно имеется. Поэтому то, что ее не закрывают, как ты сказал, по щелчку пальца и так далее, это все-таки говорит, наверное, больше о том, что здесь нет иностранного хозяина у этой компании, у этой редакции, так как по щелчку пальца все-таки закрывают в основном действительно иностранные независимые журналисты и издания, такие как, например, Радио Свобода или любые иные дочерние предприятия, относящиеся к Радио Свобода или же к Голос Америки, финансируемые из-за рубежа. Они их очень легко, конечно, закрывают и обвиняют в том, что они являются иностранными агентами. А новую газету сложнее обвинить в этом, так как она российская, она финансируется Россией, по-моему, Газпром Медиа ее финансирует. В общем, в целом, это, я думаю, наличие этой газеты в России это очень хорошо. Новая газета делает колоссальную работу, очень полезную, прежде всего для нас, в нашем сегменте по крайней мере очень много пользы. А то, что это также выгодно там кому-то в Кремле, что есть какие-то силы, которые за этим стоят, ну, окей, значит, в каких-то вопросах у нас интересы совпадают. Завтра они могут разойтись, тоже не исключено, но сегодня они совпадают. В том, что тираны и диктаторы это результат народной трусости, ведь если не пустят корни, народ может с ними бороться в зачатке их становления маньяками. Я думаю, тираны и диктаторы это такое испытание народа от Всевышнего Аллаха. Так, какими бываем мы, такими бывают наши правители. Поэтому нужно искать прежде всего причину в себе, нужно исправлять общество. И когда мы исправим самих себя, исправим общество, Аллах исправит, Аллах поможет нам исправить наше положение и заменит этих тиранов на тех, кто будет лучше них. Брат Томсо, оскорбляешься ли ты, когда вас чеченцев упрощенно и коротко называют чехами, как относишься вообще к такому? Я негативно к этому отношусь, так как чехи это другой народ. Это не сокращенное название чеченцев. Чехи это люди из Чехии. Поэтому я отрицательно к такому отношусь. Брат, имей совесть, дай я тебе по ватсапу видео отправлю. Ты как те обезьяны из ЧГТРК мне не отвечаешь. Я из Сургута в Грозный летал. Ты же верующий, помоги, мой телефон такой-то. Нет, Валентин, ты меня извини, но телефонов я своих не даю. По ватсапу я с людьми не связываюсь. Для того, чтобы люди могли со мной связываться, я создал все необходимые условия. Для этого есть бот обратной связи на моем канале в Телеграм. Ссылка на мой канал Телеграм есть тут в описании. Также есть официальная моя электронная почта, которая тоже указана здесь на канале. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы люди могли со мной связываться и предоставлять мне какую-то информацию, которая, по их мнению, является важной. Они хотели бы до меня ее донести. Так, Митрандир Ирландур из нескольких частей вопрос прислал. Часть первая. Наступит, как только русские солдаты перестанут сеять смерти на нашей земле. Мы поздно поняли, что жили как в раю до прихода на Кавказ вашей армии. Нам оставалось только одно защищать себя. Часть вторая. Вся моя вина и вина моих соотечественников в том, что мы защищаем Богом данную нам жизнь и свою землю. И какой благой пример добрых нравов может дать страна, где человека продают и истязают. Учинив суд надо мной, вы стараетесь прикрыть ложь, коварство, вероломство, творящееся на Кавказе. Отвечал на допросе имам Кавказа Шейх Мансур. Томсо, какой уровень образования в Чечне был до советской власти, какое сравнение может быть со скандинавами. Игорь Волосин, ну расскажи ты нам, какой уровень образования был на Кавказе до советской власти. Я так понимаю, ты хорошо ориентируешься в нашей истории. Расскажи ты нам, какой уровень образования у нас был. Я думаю, что ничуть не хуже он был, чем в России этот уровень образования И в целом, я думаю, что мы как-то развивались бы в этом направлении, повышали бы уровень своего образования, ведь в Османской империи тоже уровень образования был не очень на момент развала. Однако Турция за эти 100 лет очень серьезно поработала над уровнем образования в своей стране, сделала его обязательным. Почему мы не могли бы сделать то же самое? Почему всегда за нас беспокоятся люди со стороны? Неужели вы считаете, что наша судьба вас волнует больше, чем нас самих? Я думаю, что наша судьба это все-таки наша забота. Мы больше у вас думаем об этом, и мы сами как-то пытались бы решить этот вопрос. А если бы у нас не получилось вдруг, то опять-таки на нашем фоне вы смотрелись бы гораздо презентабельнее, вы бы всегда ориентировались бы на нас и говорили, ну вот, а мы лучше них. Опять-таки для вас это ведь благо. Оставили бы нас в покое. Субтитры создавал DimaTorzok